В этом уроке мы с вами разберем еще одно важнейшее окно, которое есть в Unreal Engine, это Content Browser. Если простыми словами говорить, то Content Browser это просто-напросто файловый менеджер. То есть это просто то же самое, по сути, что и проводник в системе Windows. Но это проводник такой весьма особенный. Дело в том, что когда мы, например, имеем в каком-нибудь редакторе по типу Maya ревку, то есть ревка это реферальное изображение, то есть изображение, с которого мы срисовываем какую-то модель или какую-то сцену срисовываем. И, соответственно, на эту ревку задается ссылка на эту картинку. И картинка, она не копируется как бы в мае, она копируется просто путь на нее. Таким образом, если мы эту картинку удалим, случайно там или специально, то у нас и в мае эта ревка пропадет. То есть, например, если в Word мы ставим изображение, то даже если мы изображение потом исходное удалим, то в Word оно останется, потому что она как бы в Word внедряется. В мае же оно просто-напросто все, эта ревка пропадет. И проводник Windows нас никогда в жизни не предупредит о том, что вот это изображение используют с таким-то файлом. Так вот, Content Browser это достаточно умная система, медленная система, но умная, которая все вот эти вот соответствия и взаимосвязи учитывает. Но об этом мы с вами чуть-чуть позже поговорим. Пока же, давайте с вами быстренько разберемся с какими-то наиболее важными моментами, касающимися Content Browser. Итак, значит, вкладка Add New. Так, сейчас я тут пониже опущу, чтобы вам все влезло. Значит, тут у нас есть первое, это добавить какое-то содержимое из различных шаблонов. То есть, допустим, если вы там хотите добавить еще все там файлы класса от третьего лица, то, пожалуйста, вот выбираем и это 2Project. То же самое, C++ класса можно добавить. Вот и Content Packer. Вот видите, Content Packer только то, что у нас с вами так уже имеется. Это вот первая кнопочка. В принципе, полезная, но не так часто и применяется. Следующее это New Folder. В принципе, я отсюда ее ни разу не вызывал. Я все время кликаю правой кнопкой мыши и New Folder. Или, соответственно, тут тоже самое, New Folder. Или вот тут можно зайти и также сделать новую папку. Папку можно как угодно назвать. Ну, конечно, безусловно, не называйте ее всякими пробелами, со всякими русскими буквами. Это вообще ни в коем случае нельзя делать. Вообще, в программировании нет русского языка. Вообще нет никакого языка, кроме английского. То есть, программирование это всегда только английский язык. Более того, даже комментарии к коду надо писать на английском языке правильно. Я, конечно, от этого правила буду отходить, потому что, возможно, не все люди знают английский язык. В той или иной степени. Поэтому я, конечно, буду комментарии, когда буду с вами уже кодировать на Blueprint, так, конечно, комментарии буду писать все-таки на русском языке. Но все-таки по-нормальному надо писать на английском. Но это так. Таким образом, да, всякие там спецсимволы, такие высказательные знаки. Ну, видите, тут же перечисляется, какие знаки использовать и надо. Это все тоже нехорошо. Чтобы удалить, очень просто выбрали, нажали клавишу Delete, ну и удалили. Так, значит, дальше. Папка C++ класс создать, Blueprint класс, новый уровень создать. По сути, то же самое, что тут, New Level. Очень многие кнопки, вообще говоря, дублируются. Очень многие. Значит, дальше. Давайте я снова так сделаю. Значит, дальше. Материалы, Particle System. Это идет от Substance Painter. Расширение. У вас его, возможно, не будет. Дальше идет набор самых-самых разных ассетов, с которыми мы с вами будем знакомиться по мере необходимости. То есть, какие-то мы с вами будем изучать, какие-то мы с вами изучать не будем. Но, какой бы мы ни выбрали, он, по сути, создаст просто-напросто файрик. Вот, видите, мы с вами создали файл очередной. Вот, его можно открыть в редакторе. Так. Я удалил все. Вот. Ее можно там открыть, но открывать мы его не будем, потому что зачем. Ну, ладно, откроем что-нибудь. То есть, вот так открывается, и все. Ничего особо интересного нет. Все это, по сути, создание новых файлов. Значит, дальше. Здесь, соответственно, можно нам свернуть эту панель и развернуть. Вот такая кнопочка. Тут, получается, у нас просто поиск. Причем, поиск идет только по папкам. Тут, например, я хочу вот геометрии. Геометрии, да? Ну, не знаю. Вот. Геометрии. Вот, пожалуйста. Геометрия была найдена. Так. Значит, это, кстати, мы с вами разобрались. Значит, дальше, что тут получается? Импорт. Это у нас импортировать различные файлы. Например, там, WAV-файлы. Да, это звуковые файлы. Быть может, какие-нибудь видео. Модели, конечно, в первую очередь. Текстуры. Вот. Ну, и тому подобное. Значит, дальше. Это, собственно, сохранить все. Ну, имеется в виду все ассеты, которые были модифицированы. Либо которые были только что добавлены. Вообще, я еще раз напоминаю, что рекомендую, как только вы добавили ассеты, сразу же их сохранить. Просто от греха подальше. Значит, потом будут кошмарные вещи. Вот. Ну, это понятно, думаю. Вперед-назад по папочкам. Да, то есть, примерно, зашли сюда. Можно вернуться обратно на уровень выше, на уровень ниже. Значит, это не уровень, это получается. Вперед-назад. Вот это у нас можно отсюда зайти. Хотя, я не знаю, по-моему, не очень удобно. Можно вот так заходить, да, то есть, тоже смотреть. Вот. Ну, опять же, я считаю, что это лишняя информация, поскольку проще всего просто так вот перемещаться по папкам. Как-то вот я вот уже не первый год работаю, и мне так удобнее всего. Это просто такие, так называемые, хлебные крошки. Значит, следующие фильтры, это необычайно полезная вещь. Это, наверное, то, что используется очень часто. Фильтр позволяет нам убрать, скажем так, ну, выбрать все то, что нам только нужно. Допустим, нам сейчас интересно только лишь static mesh, нам больше ничего не нужно. И он, соответственно, находит все static mesh в выбранной папке. Ну, допустим, я хочу вообще в корневые папки, и он рекурсивно все папки обходит по папке, под папке, под папки, под папок и так далее, и находит все static mesh. Ну, если мы выбрали контент, можем выбрать другие папки, понятное дело, да, но выберем контент. И вот у нас перед нами все static mesh. Можем временно фильтр отключить, тогда мы просто кликаем и все, а потом снова включить нам потребовалось. Можем, например, еще, допустим, материалы. Опять же, можно тут выбрать, что материал, материал instance, либо текстуры. Вот, ну, в принципе, я думаю, нас одни материалы устроят. Вот, пожалуйста, видите, тоже можно убрать static mesh, и оставить только одни материалы. Ну, и, допустим, мышка перенести какой-нибудь материал. Ну, ладно, это не подходит, но пусть будет. Вот. То есть, вот таким вот образом это все работает. Фильтры – это необычайно полезная вещь, однозначно рекомендую. Значит, того, чтобы какой-то фильтр удалить, да, тут есть, соответственно, remove material, да, например. И тут тоже можно, например, remove. Вот таким вот образом. Вот. Но вещь полезная, обязательно используйте. Также есть тут view options. View options, по сути, это у нас отображение в различных видах, да, то есть, как вам будет удобнее. Ну, мне удобнее всего именно плиткой, tiles. Значит, дальше показывать папки, показывать избранное. Сейчас мы про это чуть позже поговорим. Вот как раз это рекурсивный фильтр, то есть, если бы, например, я бы галочку убрал и сделал бы поиск по static mesh, то у меня бы тогда static mesh в подпапках бы не обнаружились. Он бы только искал бы static mesh, который находится непосредственно в выбранной папке, а внутрь бы уже не опускался. Ни разу не использовал, но, предполагаю, что может быть полезно. Так, показать там C++, developer content – это отдельная вот эта вот папка, developers. Это у нас engine content – это, по сути, файл от движка. Не рекомендую вообще как-либо их менять. То есть, вы можете их копировать, создавать какие-то свои, то есть, дублировать, но не менять. Потому что, если вы измените вот здесь вот, то они у вас поменяются и во всех других проектах, которые используют данный движок. То есть, например, какой-нибудь файл мы, например, возьмем и что-нибудь там поменяем. Он изменится абсолютно везде. Поэтому будьте аккуратны, не меняйте engine content. Это плагины. Это у нас локализованный контент. Это вот касается локализации. То есть, допустим, просто у нас сейчас нет ничего локализованного. Например, есть какие-то моделька. Там одна моделька с текстурами, допустим, русскими, а другая моделька с текстурами английскими. То есть, ну там как бы английские буквы. Допустим, какая-то надпись. Соответственно, это все будет две разных текстуры. Вот, да, то есть, причем даже может быть и модель разная. Смотря как сделаны буквы, то же буквы, например, могут быть и полигональными, полигонами сделанными текстурами. Соответственно, это все там, и эти папки просто не будут накапливаться. То есть, у вас там на одну модель будет там несколько папок для каждого языка. Соответственно, чтобы это все не захламлять, вы можете тут галочку убрать, собственно, она по умолчанию убрано следующая галочка на самом деле очень полезно по сути это означает вот это то есть он ведь я привел blueprint и он мне по сути все блупринты даже в которых видите нету ничего про блупринт да но тем не менее все блупринты вел то есть вот так можно по классам искать ну не знаю сам на мой взгляд такая опция здесь соответственно по пути вот ну тоже не интересно вот это поиск коллекция чуть позже мы поговорим вот это просто регулировка скейла но лично мне удобнее control и колесо мыши вперед-назад поэтому я считаю что так более удобно значит дальше вот эта вот вещь она полезная каком смысле давать чем часами сейчас мы выберем какой-нибудь подопытного подопытных что-то не очень вот тут например ну и допустим там пейл эдит мод и теперь я могу эту штуку ве час я повернул и тут конечно тяжело не очень удобно но пытаюсь просто спереди допустим вот так куда все и когда вы это сделали можно сохранить допустим это как раз для того чтобы каким-либо образом менять иконку ну это так баловство нибудь на мой взгляд значит дальше вот еще у нас есть тут real time of nails это по сути если у нас материал какой-нибудь живой так скажем да видите он двигается да то есть ну так называемый динамический тело видел он тоже двигается еще и здесь вопрос он не скомпилироваться поэтому он не двигался вот мы можем эту штуку отключить тогда двигаться не будет вот но на мой взгляд почему бы и нет с этим разобрались теперь значит что касается коллекции коллекции у нас кликаются вот сюда переходим сюда и тут мы сами можем уже добавить новую коллекцию добавляю например там май коллекция да моя коллекция и вот теперь я могу без проблем в эту коллекцию добавить какие-нибудь ассеты кликаем да по коем-нибудь объекты на любом можно помыше можно не помыше и добавляю мою коллекцию также можем вот еще добавить вот и теперь то есть когда вы добавляете в коллекции вы можете зайти сюда кликнуть по коллекции у вас сразу отобразятся все что у вас там содержится ну ведь на самом деле весьма удобно хотя я как-то не нашелся применения понимаетесь как это может быть использована как-то я вот обходился без этого то есть как мне фильтра хватало чтоб там выбрать нужные какие-нибудь там объекты вот но тем не менее знать что такое существует это что касается коллекции а теперь соответственно давайте разберемся что у нас имеется в контекстном меню начнут нас имеется новая папка показать в новом контент-браузер да чтобы открыть например новый дальше новый ассета но и то же самое что это new вот эта вещь полезная show in explorer да то есть у вас открывается эта папка непосредственно вашем проводнике да тоже очень полезная вещь дальше переименовать изменить цвет из можно так вот поставить какой-то цвет потом допустим можно этот же цвет задать другому да тут вот уже есть он вот и так далее да то есть цвет может задавать еще добавить в избранное вот на сами избранная да то есть можно отсюда удалить вот и потом убрать вот этого что нам не мешалось дальше значит у нас сохранить все что в этой папке понятно принципе а вот эта вещь тоже полезно поскольку очень много ассетов между собой прям таки сильно взаимосвязаны прям очень сильные взаимосвязи то когда вы например там из одной папки переносите там не знаю в другую папку например сейчас я перенес и вы хотите например после этого папку аудио удалить потому что она пустая зачем она вам нужна то всегда перед этим делайте fix up redirections in folder потому что иначе у вас может так все целом работать но потом какой-то момент там бац и скажет а вот и не найден это аудио файл и и там будет в этом посмотрите вас там будет ссылаться на на путь это именно аудио то есть эта штука она позволяет именно исправить то что почему-то движок не может исправить сразу я честно говорю я с этой проблем сталкивался много раз и поэтому я для себя правило такое сделал что как только я собираюсь удалять папку первую очередь я делаю вот это вот и только после этого уже ее удаляем так дальше это migrate migrate это очень полезная вещь она позволяет нам ну по сути вот принесли какой-нибудь даже мы возьмем mesh стул и тут тоже есть migrate да ну давайте ланут папку migrate вот эту по сути она будет импортировать все то что содержится не только в этой папке но и все те взаимосвязи которые каждый из этих объектов используют например этот стул он использует материал можно например вот его открыть и обратите матч вот видите нас используется материал это можно так нажать ее быстренько его в контент браузере отыскать вот нас он выбран вот сон он используется поэтому он будет тоже импортировать вроде бы вы вы то например это импортировали только вот это пытайтесь экспортировать да вот вроде бы но на самом-то деле и видите и нас и материал и вытаскивается и две текстуры к этому материалу вот такой это набор это очень удобная вещь дальше вы жмете ok и на выбираете куда вы хотите вот этот вот контент который вы выбрали перри перенести ну точнее скопировать выбирать какой-то там другой проект заходите в папку обязательно контент и жмете выбор папки все после этого там буквально за полсекундочки все будет перенесено в лучшем виде то есть все связи при этом сохраняться важно не забывайте что именно папку контент надо складывать то есть migrate вот и дальше целевую папку целевого такого-то проекта и именно папку контент тогда никаких проблем у вас со связями не будет у вас прекрасно будет и стул и материал к этому стул и все папки сохраняться то есть все будет максимально удобно поэтому вещь это очень важно и очень полезно и поэтому этот migrate запомните обязательно дальше нас reference viewer вот но очень попозже покажу вам вот сайсмэп тоже попозже покажу именно на ассетах это аудиты то есть там проверки на различные ошибки вот source control чем это все уже не так интересно так теперь значит вот это уже не меня никак не влазит ладно придумаем так начнут нас есть контент значит у контентов в принципе здесь для разных давить участвовать например действует для static меша именно вот если мы например кликнем по материалов видите будет для материала какие можно действия сделать вот это вот такие различия в зависимости от типа объекта так ведь вернемся кстати кстати к мешам вот значит тут у нас вами имеется рим пор то есть допустим если вы какой-то какую-то модельку сделали в том же мое там или в блендере импортировали и потом допустим в этом в мае или в блендере что-то сделали не зато pivot point подвинули для того чтобы это было все правильней дальше вам не нужно удалять и заново там все импорте просто нажмете re-import и она очень быстро реимпортируется очень удобная вещь также можно re-import если у вас допустим путь еще изменится допустим вас был файл как там fbx файл до который у нас идет от моделей fbx файл находился в одном месте а потом вы куда-то перенесли тогда нужно будет указать новый путь нему значит дальше это редактирует а по сути открыть в редакторе его внутренним переномать сдублировать когда дублировать контур вы очень часто операция поэтому просто запомните что дубль это control w вот таким вот образом вот но удалить легко так сохранить вот значит дальше тут принципа блупринту это нас выделяет все объекты на сцене которые используют данный static mesh но у нас где-то один да вот стул сюда допустим идти вы найти все столы на сцене берете вот так вот и select вот вас пожалуйста на сцене на этом уровне все столы найдены удобная вещь бывает полезно дальше экспортировать это именно экспортировать в fbx файл да то есть дальше вы можете например открыть то есть вообще говоря о чем хорош андрей что из него крайне легко все импортируется еще экспортируется в привычные ну файлы да то есть будь там текстура будь то звуковой файл будь то моделька все удобно то есть fbx файл то стандартный файл который откроет без проблем и blender и макс и мая и что угодно самом деле даже там стандартный windows 3d квитом обозреватель не пользуюсь просто не так называется но есть даже он по моему это без проблем откроет необычайно удобная вещь и вы можете любой момент эту модельку вытащить и там в мае как-то исправить и потом сделать 3 импорт и все будет прекрасно но не римпорта до закидывать потому что тут она римпорт будет сколько-то не ваша модель поэтому у вас римпорт сработает так ну в принципе вот эта вот вещь в принципе полезная чем ее особенность это 10 раз исхода ходят различные настройки с которыми мы с вами будет знакомиться чуть позже вот но важный момент в том что здесь мы можете настройки так вот менять да то есть любые тут параметры все можем делать вот но есть гораздо удобнее более удобный вариант к делу здесь все наглядно здесь все более понятно вот то же самое все и здесь но чем особенность этого режима то что я могу одновременно сразу у множества объектов поменять параметры допустим если я знаю что у всех одни ты одни тирана поставить настройки то чтобы в каждой не заходите в ручном режиме не менять вы можете так вот выбрать и поставить там у всех например там убрать галочку поставить галочку неважно как-то поменять настройки это вот такое удобная вещь для для массового редактирования значит дальше это про локализацию соответственно дальше у нас показательно в контент-браузер один находится да ну понятно да мы с вами также находится в этой папке вот если бы например через фильтр бы нашли он бы тогда папку это перешел бы показать собственно непосредственно в экспорере да нашим пожалуйста дальше вот reference viewer весьма полезная вещь она показывает взаимосвязи то есть кто ссылается на данный объект и на кого данный объект ссылается в данном случае например у нас данный объект используется вот этими тремя другими объектами то нас три карты они используют этот вот стул это такая связь то есть мы например не можем вот так просто удалить стоп потому что он скажет а он используется вот этими вот тремя картами но в то же время стул используют этот материал кстати говоря материал можно по нему кликнуть он видите использует у нас текстуры при этом сам материал используют этими вот объектами это на самом деле очень важная вещь и например вот если мы попытаемся удалить стул он скажет вот смотрите а он тут используется то есть да мы конечно можем все равно удалить тогда у нас с вами будут потом неприятности потому что все таки сначала надо именно удалить отсюда а потом уже надо будет удалять сам объектах более правильно либо сделать замену то есть допустим мы хотим вот сейчас нас там все стулья мы берем и заменяем например там но вот это вот и тогда вот это мы поделаем он спокойненько заменяет все стулья которые здесь на вот этот вот static mesh а сам стул удаляет то есть можно сделать так вот эти говорят его полезные опции иногда используется вот но тогда конечно можно просто сильно удалить да так скажем но не рекомендую все таки лучше сделать все правильно начнут там дальше на size map это просто показывает нам сколько места занимает та или иная часть вот в принципе здесь еще кликается но если чтобы кликать нечего здесь нет у нас таких углубленных вещей ну чтоб тут по сути все можно прямо то и запустим у нас есть материал давить часа клику по материалу то есть есть стул он использует материал материал пожалуйста вот это ну и текстура принципе там уже ничего не использует вот и таким образом можно знать сколько вообще место занимает данный static mesh чем именно скоро какая часть сколько занимается примите больше все занимает у нас нормалкой возможно имеет смысл эту нормалку как-то оптимизировать чтобы она была более компактной это полезная вещь для оптимизации уже вот ну в принципе целом тут и все спасибо за внимание